Здравствуйте, меня зовут Устегова Ксения, я сертифицированный тренер от компании Adobe и преподаю в учебном центре специалист. Сегодня мы с вами разбираем тему, как отрисовать векторный портрет в программе Photoshop. Допустим, у нас есть очень красивая фотография, которая будет использоваться для отрисовки векторной иллюстрации. Открываем фотографию в Photoshop и подготовим ее для дальнейшей отрисовки векторе. Необходимо для начала сделать копию слоя, для этого мы перетаскиваем его на иконку создания нового слоя. В дальнейшем данная фотография будет отображаться в самом верху и периодически мы будем просто отключать ее видимость. Чтобы случайно ее не повредить, я советую ее заблокировать. Мы берем с вами инструмент перо, основной для отрисовки портрета и приступаем к работе. Начнем мы с вами с отрисовки контура. Для начала такой нюанс. Мы будем рисовать на слое, который будет находиться под слоем с картинкой. Вы создаете чистый слой и заранее подтяните его под ранее продублированный слой с фотографией. После этого можно немножко увеличить масштаб, чтобы удобно было работать и выбрать тот угол, с которого проще будет начать. После этого проверяем настройки инструмента перо. Выбрав его, смотрим вверх в панель параметров и выберите настройку Shape Formal для того, чтобы у нас создавался отдельный векторный слой с заливочкой. В принципе, можно сразу указать цвет заливки или сделать это после. После этого приступаем к отрисовке контура. Можно, наверное, встать в уголочек, так как проще. Делаем щелчок и продолжаем отрисовку линии, нажимая и растягивая направляющие линии, подбирая кривизну контура. Если точка поставлена неправильно, в процессе рисования это легко исправить. Во-первых, вы можете нажать на клавишу Ctrl и, не отпуская ее, навести на поставленную вершинку и перетащить ее в нужное место. Отпустив клавишу Ctrl, можно продолжить рисование. Можно чередовать просто щелчки мыши с растягиванием криволинейных сегментов. После этого необходимо замкнуть контур, пройтись в обратном порядке, оставляя где-то пару миллиметров от предыдущего контура. Мы его замыкаем, создаем такую тоненькую обводочку. Если вершинка поставлена неудачно, можно зажать Ctrl, Alt, Z, отменить несколько шагов. После отмены порой приходится возвращаться к конечной точке с щелчком и потом продолжать рисование. Мы можем сейчас пойти вдоль подбородка, а потом вернуться обратно к плечикам. На области с волосами можно не соблюдать такой точности, то есть вы просто заканчиваете в этой части. Вести, делаем щелчок и идем обратно. Также, когда удерживаем клавишу Ctrl, мы можем отрегулировать направляющие линии. В дальнейшем, если вам что-то не понравится, это также очень легко исправить. Для прокрутки документов в процессе рисования удерживайте клавишу пробел. Отпустив пробел, также продолжаем работать инструментом перо. Все, и замыкаем пикой по начальной точке. Сейчас данный контур мы не видим, но он на самом деле есть на отдельном слое, просто он перекрывается фотографией на верхнем слое. Поэтому, чтобы проверить, что у вас получилось, можете просто в процессе рисования вредить этот верхний слой. Или, как вариант, даже можно фоновый слой убрать и увидим тот контур, который получился. Вернемся к процессу рисования. Если нам нужно провести линию еще вдоль левого плечика, можно было бы просто продолжить рисование, и программа Photoshop также создала бы для этого контура отдельный слой. И вот тут кроется один важный момент. Если мы будем отрисовывать все контуры на отдельных слоях, у вас их будет слишком много. Поэтому, если у вас есть лишние пара секунд, удобнее сделать несколько иначе. Я сейчас отменю этот слой, удалю его в корзинку и создам чуть-чуть по-другому. Для того, чтобы все контуры находились на одном слое, достаточно зайти в настройки сверху и выбрать режим «Сложение». То есть у нас будет объединяться контур друг с дружкой на одном слое. Выбрали данный режим. Начинаю рисовать. И, как видите, в панели «Layers» слои у нас не создается отдельный слой. Точно так же мы создаем обводку глаз, носа, губ. Я прорисую сейчас, например, один глаз. Опять-таки увеличиваем. Чтобы это быстро сделать, зажимаем «Alt» и крутим колесико мыши для комфортного масштаба. Проводим линию для контура. Замыкаем. Для того, чтобы сделать обводку кромки глаза, переключаемся в режим «Исключения». После отрисовки контура проверяем то, что получилось. Конечно, получилась не совсем аккуратная линия, поэтому это можно было подправить, как я говорила, уже в процессе отрисовки, либо уже после. Для этого у нас есть несколько инструментов. Это «Path Selection» — выделение контура и выделение отдельных сегментов и узелков. Я возьму именно второй «Direct Selection Tool» и, делая щелчок по контуру, вижу сегменты, узелки, из которых этот контур состоит. В принципе, легко и просто могу этот контур подтянуть. То же самое делаю со всеми вершинками. Если в процессе отрисовки какой-то узел вы захотите удалить, вы можете взять инструмент перо в подгруппе и будет значок «Перышка с минусом». Соответственно, наводим на узел, делаем щелчок, узелок исчезает. Чем меньше вершинок, тем более плавный контур будет в итоге получаться. Теперь посмотрим, что у нас нужно сделать для отрисовки носа. Сначала мы обведем самые темные участки — это наш будущий контур. Потом отрисуем уже полтона, цвета и все остальное. Также переключаясь обратно в перо, это можно сделать в горячей клавишей буковка «Пи». И увеличиваем. Вот, кстати, если я делаю щелчок и создается отдельный слой, вы, в принципе, на этом этапе уже можете это заметить и сделать отмену. После этого проверяйте всегда настройки в параметрах. Объединение со старым слоем нового контура не происходит, потому что порой настройки сбрасываются и приходится заново задавать, что мы хотели бы объединять контуры. Поэтому выбираем данный режим и продолжим отрисовку. В принципе, если вы заметили это слишком поздно и у вас получился отдельный слой, это не страшно, слои также можно объединить. Можно отдельно нарисовать контур нижней губы и верхней губы. Следующий этап. Мы будем с вами отрисовывать уже кожу. То есть нам нужен участок определенного цвета лица, ну и, соответственно, плечи, шеи. Желательно лицо и плечи сделать на разных слоях, чтобы потом было удобнее отрисовывать тень. Начнем с лица. Проще будет создать отдельный слой и поместить его под слой с контура. Для того, чтобы мы его видели постоянно в процессе отрисовки. Сам контур можно сдвинуть выше фотографии так же, чтобы он пока не пропадал. Потом вернем его на место. Поделяю слой, который находится под фотографией и продолжаем отрисовку. В принципе, менять слои не обязательно. Это на ваше усмотрение. Мне просто так удобнее видеть то, что было нарисовано раньше. В процессе мы зажимаем пробел для того, чтобы было удобнее прокручивать. Опять-таки, если, допустим, вы сделали случайный щелчок, линия получилась прямая, а должна быть с изгибом. Вы, в принципе, можете зажать Ctrl и потянуть за направляющие предыдущего узелка. Либо, как вариант, зажать клавишу Alt, навести на последний созданный узелочек и растянуть направляющую линию. Можно также через Alt сделать щелчок, преобразовать тип гладкого узла в острый и потом вновь растянуть. Вот что получается. Отдельный слой. Пока что он у меня залит фиолетовым. Мы возьмем другой цвет, телесный. Делаем двойной щелчок в поиске изу слоя. В принципе, можно выбрать какой-то оттенок в палитре, или, как вариант, вводим курсор на фотографии и берем цвет прямо с фотографии. Какой-нибудь нейтрально-бежевый, не сильно светлый или темный. Конечно, на фотографиях цвета не такие чистые, как, может быть, кому-то хочется. Поэтому, когда берете пробу цвета, можете немножко поиграться и выбрать что-нибудь поярче. Проверим, что получилось. Отключаем видимость фотографии. В целом хороший цвет. Идем дальше. Делаем то же самое для шеи. Я создам отдельный слой. Либо, вспоминайте, выбираем режим New Layer. По этой части фотографии сильно уж точно по контуру идти не обязательно. Мы можем потом просто настроить порядок слоев и этим ограничиться. Свет берем точно такой же, как был на предыдущем. Слоем, то есть двойной щелчок. Делаем клик по предыдущей плашке и оп. Свет шеи можно сделать и потемнее, потому что она как раз в тени не так хорошо освещена, как лицо. Пробую взять, например, отсюда. Отрисовка глаз, бровей, носа, губ продолжается в том же режиме. То есть вы берете перышко. Если вы хотите продолжить рисование контура, переключаете соответствующий слой в режиме объединения. Если это напомню. И прорисовываете оставшиеся детали. Если нужно будет провести какие-то заливки вдоль кожи, также создаете отдельный слой и обводите их. Чтобы не затягивать урок, я сразу переключусь к этапу, когда это уже выполнено. Вот что у нас должно получиться. Контур и слой с заливочками кожи. После этого можно переходить к отрисовке глаз. Для начала мы берем также перышко. Я оставлю режим обычный путь. То есть новость на новом слое. И обводим внутреннюю часть глаза. Также стараясь не выглядывать за пределы контура. Данный слой у меня получился поверх контура. Поэтому для того, чтобы заливочка его не перекрывала, подтянем его ниже. Далее подправляем какие-то небольшие проблемные участки. То есть переключаемся к редактированию контура и немного подтянем направляющие. И поменяем цвет. Вместо фиолетового, конечно, какой-нибудь более светлый. Серенький, беленький. Примерно так. Следующий этап. Нам необходимо обвести теневую часть глаза. Вернем фотографию. То есть у нас есть светлый участок, тень. Ну и потом замыкаем. Не бойтесь выходить за пределы глаза. Это все будет спрятано. А вот сейчас посмотрим, что у нас получилось. Я отключаю видимость фотографии и меняю цвет данной заливочки. Делаю немного более темный оттенок серого. То, что выходит за пределы глаза, нужно как-то убрать. И для этого можно использовать отравочные маски. Достаточно всего нам всего зажать клавишу Alt и сделать щелчок между слоем, так скажем, с тенью и нашим самим глазом. Alt, щелчок между слоями. Оттравочная маска готова. Вы можете таким образом делать много подобных участков. Например, сделать более глубокую тень. Верну фотографию. Например, вот этот вот самый краешек. Он гораздо более темный, чем все остальное. Повторяю эти же шаги. Обвожу. Прохожу здесь по кромке. Дальше просто замыкаю. После этого опять, чтобы связать данный слой с тенью со слоем тазом, также Alt, щелчок. И готово. Меняю цвет. Делаю еще, например, темнее. И проверяем, что получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Перейдем к отрисовке зрачка. Берем овал, проверяем режим, чтобы стоял new layer новый слой и рисуем эллипс. Чтобы он получился в форме круга, при его создании удерживайте клавишу shift. После этого его можно перетащить. Зажмите клавишу control, наведите на кромку и подтяните. Если не угадали с размером, например, чуть меньше овал получился или чуть больше, как вариант можете, конечно, перетаскивать вершинки или выполнить трансформацию сочетанием клавиш control-t transform или edit free transform. Я немножко, например, также подтяну. Нажимаем ok. Берем цвет для этого овальчика с изображения, раздвойной щелчок по эскизу, после этого пипеточкой кликаем по каемке зрачка и нажимаем ok. Наш овал выходит за пределы глаза, поэтому мы просто продолжаем создавать отравочные маски. Нарисовали овал, опять alt-щелчок и по нижней кромке слоя. Далее включаем опять видимость нашей фотографии и продолжаем рисовать зрачок. Если вы хотите получить более темную кромку, таких овальчиков желательно бы сделать побольше. Зажимаю также shift, выделяю и перетаскиваю. Опять alt-щелчок, чтобы он проглядывался через нежележащий слой и, собственно, меняя его цвет, делаю его, например, более светлым оттенком голубого и смотрим, что получилось. Ну и так далее. Усложняем этапы, прорисовываем мелкие детальки и продолжаем рисовать овало. Я также рисую черный зрачок, удерживаю shift, ctrl, подтаскиваю овало в нужное место, отпускаю. Теперь, что касается блика. Его лучше нарисовать с перышком, потому что он имеет некруглую форму. Так как это у нас отдельный слой, точно так же задаем цвет этого блика и проверяем, что получилось. Блик в результате достаточно жесткий, то есть, четкая кромка и, возможно, вам захочется ее сгладить, чтобы смотрелось реалистичнее. Для того, чтобы это выполнить, можно использовать маску слоя. В панели layer слои делаю щелчок по маске слоя. Беру обычную кисточку черного цвета для того, чтобы ею скрывать не нужные мне части блика. Чтобы скрывать достаточно так плавно, мягко, желательно настроить кисточку и сделать параметр hardness около нуля. Вызываем это окошко правым щелчком мыши, когда выбрана кисть. Итак, подобрали жесткость, можно немножко размер побольше сделать и enter. После этого аккуратненько по кромочке делаем щелчки. Продолжаем рисовать глаз. Вот эти вот области красноватые делаем точно так же, как и блик. То есть, берем перышко, отрисовываем внутреннюю часть. Опять-таки не боимся выходить за пределы глаза. Также меняем цвет, подбираем такой розоватый оттенок. После этого слоя подтягиваем группе слоев, которые обработали через обтравочную маску и также нажимаем alt щелчок, чтобы данный слой единился с ранее созданными. Проверяем, что получилось. Также теневую часть, еще более темную, здесь, пененько. Также берем новый цвет. Опять alt-клик. Ну и если нужно отрисовать брик, я просто возьму овальчик. Такой небольшой. И имеем цвет на беленький. Проверяем, что получилось. При желании также можете просто настроить прозрачность данного слоя. Меняем параметр опасти. Ну и продолжаем выполнять детализацию, чтобы глаз у нас смотрелся более реалистично. Вы в принципе можете перышком отрисовать мелкие детали на радужке. Может быть сделать больше слоев в теневой части глаза, чтобы у нас получилась более интересная иллюстрация. По аналогии обрабатываем левый глаз. Итак, отрисовав глаз, желательно навести порядок в слоях, потому что текущая ситуация не сильно удобна. Вам в дальнейшем придется, может быть, копировать какие-то участки, возможно, подправлять. Если слоев будет слишком много все в одном месте, вы рано и поздно запутаетесь. Мы выделяем через клавишу shift все слои, которые относятся к отрисовке глаза. Я сделала щелчок по верхнему слою, зажала shift, щелчок по нижнему. После этого выполняем группировку. Можно нажать на сочетание клавиш Ctrl, G. Я сейчас выведу его на экран. Ctrl, буковка G. Вытянем и сгруппируется. И вы можете затем задать имя данной группы, например, глаз. Итак, проверяем контур, группа с отрисованным глазом и кожа. После этого переходим к отрисовке губ. Абсолютно то же самое. То есть выберите перышко. Берем сначала нижнюю губу и аккуратненько обводим по контуру. После этого задаем свет губ. Делаем щелчок дважды и также берем пробу цвета. Рисовываем верхнюю губу. Контур можно подтянуть выше губ, чтобы посмотреть, что получилось. Далее точно также закрашиваем внутреннюю область. Тут даже можно особо не целиться. Ввести данную область и взять цвет какой-нибудь потемнее и подтянуть под наши губы. Подрисуем тени и блики на губах. Если вы хотите, чтобы данные фигуры находились также в одном слое, напоминаю, вы можете переключиться в режим объединения, чтобы не плодилось слишком много слоев. Затем вам будет гораздо удобнее менять за один щелчок цвет всех нарисованных объектов, находящихся на одном слое. Теперь переходим к блику. Желательно, конечно же, блики разместить на отдельном слое, поэтому переключаюсь в New Layer и аккуратненько обвожу светлые участки. Для того, чтобы блики, опять-таки, если их несколько штук редактировались вместе, как раз можно опять в процессе переключиться в объединение. Блики получаются очень жесткие, поэтому вспоминаем, как мы работали с бликом на зрачке. Добавляем маску слоя, берем обычную кисточку черную с мягеньким краем и проходимся по границе. Как вариант можно задать опасти, то есть непрозрачность кисти, поменять ее размер, сделать немножко больше. Если что-то пошло не так, например, вы чересчур сильно закрасили блик, хотите опять вернуть его видимость, переключаетесь в белый цвет и также аккуратненько мягонькой кисточкой прокрашиваете данные области. По аналогии с верхней губой. Абсолютно также, обводя нужные участки на изображение, давая им цвет, вы можете отрисовать нос. Переходим к отрисовке теней на лице. Включаем, видимо, фотографии. Увеличиваем плечиком. Проверяем настройки, чтобы у перышка стояла новый слой. Участок по контуру лица можно точно не обводить. Для того, чтобы наша тень не выходила за контур лица, делаем отравочную маску. Зажимаем Alt, делаем щелчок по слою с лицом. Все. Если нарисованная фигура должна находиться на том же самом слое, не забывайте переключаться в объединение. Всполняя обводку темных участков, вы постепенно формируете теневые области. Причем можно это делать, конечно, на разных слоях, можно на одном. После отрисовки первого слоя с тенями продолжаем в том же духе. Вы обводите перышком участки, замыкаете их и делаете отравочную маску с помощью Alt щелчка. В результате у вас постепенно картинка усложняется и получается что-то подобное. Чем больше подобных слоев, тем более реалистичная иллюстрация у нас получится. Блики я создала точно так же, как на глазах и на губах. То есть область затушевала с помощью маски слоя и мягкой кисточки. Следующий этап это отрисовка ресничек. Увеличиваем глаз, включаем отображение фотографии и аккуратненько можем обвести каждую ресничку с помощью пера. Существует несколько техник, как подобное сделать. Я попробую именно такую. При отрисовке хочется рассказать о нескольких способах, как сделать острый уголок реснички. Для удобства спрячу фотографию, делаю щелчок, второй щелчок и растягиваю направляющую линию. Вот эта часть направляющей больше не нужна. У меня линия пойдет в противоположную сторону, чтобы получился изгиб. Для того, чтобы это сделать, я зажимаю клавишу Alt и делаю щелчок по вершинке. Направляющая, как видите, исчезла. После этого Alt отпускаю и продолжаю рисовать. Ставлю точку, например, здесь и замыкаю с начальной. Получается изгиб. Еще раз. Точка. Клик. Растяну направляющую. Alt, щелчок по последней точке, чтобы убрать управляющую линию. И потом замыкаем. Можно даже сразу кликнуть по исходной точке и задать кривизну. Нарисовав несколько ресничек, вы можете заметить, что это очень красиво. то они, возможно, попали у вас на разные слои. Я просто в процессе создания не выбрала режим объединения. Это, как видите, не страшно из-за того, что можно данные слои объединить при желании в один слой. Это делается так. Слои выделяются с ресничками. Затем вы заходите в меню Layer слой и выбираете команду Combine Shape объединения фигур. Ну, собственно, объединить. После этого фигуры векторные объединяются на один слой. И вот очень легко можете затем одним щелчком задавать цвет всем ресничкам сразу. С одной стороны это и удобно, но с другой стороны, если вы захотите, например, некоторым из этих ресничек дать свой цвет, этого уже не получится. Придется, может быть, заново их отрисовывать. Либо, как вариант, можно данный слой продублировать. Для этого перетащить и потом сделать трансформацию слоя. Делать реснички, может быть, там гуще, помельче. Может быть, светлый этих мелких ресничек, сделать другой, более светлый для реалистичности. Как вариант, можно взять инструмент-указатель. Удерживая клавишу Alt, перетащить слой. И при этом у нас также будет создаваться дубликат. Это особенно было бы удобно на этапе отрисовки ресничек. Ну, например, начну еще разок. Последнюю ресничку отрисуем. Делаю, например, щелчок. Щелчок. Там, там, на камень. Ну, допустим, вот готова тоненькая ресничка. Хочу сделать их несколько штучек и не хочу их отрисовывать. Взяв инструмент-указатель, зажимаем Alt и просто перетаскиваем. Бросаем в нужное место. Если нужно, то и выворачиваем. Ну, честно говоря, проще порой нарисовать. Если в нарисованных ресничках на одном слое вам захочется сделать какие-то манипуляции, то для этого нужно будет выбрать инструмент выделения контура. Path Selection Tool. Вы делаете щелчок, после этого выделяете нужный контур и сможете его спокойно перемещать. Получится что-то подобное. Отрисовку волос мы делаем абсолютно так же, как и кожу, губы и глаза. То есть создаем слой, на котором перышком обводим для начала все волосы определенного цвета. Постепенно усложняем контуры, прорисовываем самые темные участки, более светлые. Ну и постепенно, подбирая оттенки, выбирая нужные цвета с фотографии. Ну и результат у вас перед глазами. Можно было бы, конечно, отдельно прорисовать волоски, но для этого требуется еще, конечно же, больше времени. Так что дерзайте, чем больше слоев, тем у вас будет реалистичнее про ответ. Если вы хотите овладеть всеми данными инструментами, приходите к нам на курсы Photoshop 2 уровень в центре специалистов. По окончании вы получите престижный сертификат от компании Adobe. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.